Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарко в этом выпуске. Роспотребнадзор рекомендует, вслед за больницами омские школы и детские сады могут уйти на карантин. Нужно менять всю систему. Работа с национальными сложнейшими проектами требует совершенно другого качественного подхода к менеджменту. В Горсовете утвердили новую структуру администрации Омска, как повлияют перемены на жизнь горожан. Битва за цветочный урожай. Ни одна амичка к 8 марта не останется без подарка. Пока бизнесмены трясутся над своими тюльпанами, в ботаническом саду, несмотря на холода, зацвели экзотические растения. Морозное искусство. Амичи просоединяются к всероссийскому флэш-мобу и заливают улицы кипятком. И живые выходные. Вот эта вот радость, веселье, энтузиазм. Оно зажигается так, что оно продолжает гореть и дома. В Омске подвели итоги необычного проекта. Многодетных родителей учили общаться с детьми. В след за омскими больницами Роспотребнадзор рекомендовал вести карантин и в городских школах. Такие меры, как объясняют специалисты ведомства, необходимы в связи с высоким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сейчас эпидпорог по вирусным инфекциям в Омске превышен почти на 21%. Болеют около 11,5 тысяч человек. Карантин уже действует в омских больницах. Посещение пациента здесь ограничили до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад. Кроме того, стационары и аптеки должны иметь запас противовирусных препаратов и медицинских масок. Что касается школ, если 20% детей на больничном, учебный процесс рекомендуют перестановить минимум на неделю. В Роспотребнадзоре запустили горячую линию, где омичей будут консультировать по вопросам профилактики вирусных инфекций. В первую очередь эксперты советуют по возможности ограничить посещение общественных мероприятий, а также всегда иметь при себе маску. Чтобы развивать город и максимально эффективно реализовать национальные проекты, изменится администрация Омска. Сегодня депутаты горсовета практически единогласно приняли новую структуру мэрии. За проголосовали 37 из 38 присутствовавших на заседании. О том, что схема работы будет меняться, Оксана Фадина заявила в своей программе. Претендуя на пост мэра, проработав больше года, городоначальница представила на суд депутатов проект изменений. Новую схему работы администрации изучила и Анна Кокорина. Без замечаний, споров и предложений практически единогласно депутаты горсовета принимают новую структуру администрации Омска. За голосуют 37 из 38 депутатов. О том, что изменения будут, Фадина заявляла в ноябре 2017-го, когда приняла решение возглавить город. В доставшихся по наследству условиях проработала больше года и лишь утвердилась, систему надо менять. Работа с национальными сложнейшими проектами требует совершенно другого качественного подхода к менеджменту. Поэтому достаточно сложные задачи я обозначила, начиная с 2019 года своим заместителем мэра. И это требует совершенно иного пересмотра функционального взаимодействия. Собственно, этим и было обусловлено внесение изменений в организационную структуру администрации города Омска. По новой схеме у мэра будет 6 заместителей. Их количество не изменилось. Коррекция коснулась функционала. Так, к обязанностям первого медицемэра Евгения Фомина, курирующего департаменты транспорта и городского хозяйства, добавятся вопросы жилищной политики. В ведении Елены Шепиловой останутся школы, учреждения культуры и детские сады, а также вопросы социальной и молодежной политики. Курировать департаменты финансов, экономической политики и контрактной системы по-прежнему будет Богдан Масан. Неизменным останется и функционал заместителя мэра Олега Зарембы. Статус вице-мэра получит и руководитель департамента архитектуры и градостроительства. Сейчас его обязанности исполняет Николай Кравченко. В это же ведомство попадут вопросы по формированию и предоставлению земельных участков, ранее принадлежащей депымуществу. Управление земельными ресурсами это больше, скажем, плоскость такая, которая требует знания и понимания законодательной базы, а значит и квалификации соответствующие, то есть это юридическое образование, поэтому акцент сделан сегодня на это. Когда в юридической плоскости непонятен регламент взаимоотношений с предпринимателями, которые идут начисления, ну это достаточно сильная турбулентность бюджета в течение года, поскольку дебиторская задолженность становится практически неуправляемая и более того, в большинстве случаев либо безнадежная к взысканию, а в некоторых случаях при судебных спорах грозит большими изъятиями из бюджета. А вот глава депымущества по ставице мэра лишится. Подразделение попадет под кураторство зам мэра Андрея Подгорбунских. Он также будет отвечать за работу Департамента правового обеспечения. В остальном же число чиновников в Омской мэрии останется неизменным, как и затраты на их содержание. Изменения в структуре города Омска не носят характер увеличения фонда оплаты труда, а также увеличения численного состава муниципальных служащих. Это подтверждает о том, что мы не собираемся увеличивать административный и раздувать штат, а оставаться в тех рамках, которые существуют. Хотя по многим вопросам есть предложения об увеличении штатной численности работников, которые будут осуществлять муниципальный контроль. Новая система в мэрии будет вводиться в течение двух месяцев. Именно столько потребуется для согласования документов при передаче полномочий от одного департамента к другому. Дым над полиомом, который омичи приняли за серьёзный пожар, опасности не представлял. На заводе проводили технические работы. Более того, специалисты предприятия заранее предупредили Центр экологического мониторинга о том, что в цехе полимеризации проведут продувку трубопровода, очистят от углеводородов. Экологи контролировали состояние атмосферы вокруг полиома. Замеры в течение всего дня проводились 4 и 5 февраля. Пробу брали и сегодня утром. Мы контролировали сероводород, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, углеводороды, меркоптаны. Мы всегда обязательно контролируем. И отбор проб ароматических углеводородов. По ароматическим углеводородам анализы будут готовы немножко позже. Они в лаборатории делаются. Все вещества, которые контролирует передвижная лаборатория, там было проконтролировано. Оперативно сразу сделаны анализы на месте. Превышения не было. Без тепла и света несколько часов пришлось провести жителям микрорайона Прибрежной. Накануне из-за морозов произошли подвижки грунта и повредился кабель электроснабжения. Обесточенными оказались около тысячи квартир. Так как дома оборудованы не газовыми, а электрическими плитами, люди не могли приготовить себе еду. К тому же в квартирах отключилось отопление. Из строя вышли насосы, которые обеспечивают необходимое давление в теплосетях. До устранения аварии электричество в подъезды поочередно подавали с помощью генератора. А у домов дежурила бригада скорой помощи и пожарные. Теплоснабжение удалось восстановить быстро, а свет в квартиры дали около двух часов ночи. У нас авария была на многоквартирных домах перелета 32, перелета 34. Было у нас две аварии. Это отопление и электроснабжение. Отопление у нас было примерно, заявка поступила в 17 часов вчерашнего дня. То есть и сразу же по отоплению было восстановлено. Замечаний не было. Проблема осталась у нас в течение дня была по электроснабжению. Электроснабжение было восстановлено ночью. Из-за крепких морозов под угрозой в Омске оказался цветочный бизнес. Люди, выращивающие окрепшие в Сибири, но все-таки нежные растения, предпринимают самые разные меры, чтобы спасти урожай. Особо переживают за то, что приближаются праздники. Главный 8 марта, когда без цветов не должна остаться ни одна амичка. Ольга Колесник побывала в теплицах и готова рассказать, на что идут агрономы ради спасения флоры. То, что Сибирь – зона рискованного земледелия, особенно ощущается, когда за окном минус 35. В эти дни агроном Инель Селина обходит свои теплицы практически каждый час. Следит за температурой внутри помещений. Сейчас плюс 18. И это норма. А вот что требуется 100 тысячам тюльпанов, чтобы они не просто не замерзли, а еще и зацвели зимой, говорит, чувствовать нужно интуитивно. Я с ними на ты, я их понимаю, ведь мало. Нужно ведь еще понимать, вот сегодня он такой, может быть, его надо накрыть. А может, его надо полить, дополнить. А может, вообще нельзя поливать. Понимаете, это же, он же, цветы, они как маленькие дети. Я всегда так говорю, вот когда врач приходит к маленьким детям, он же должен понимать, что у них болит. Они ведь не могут разговаривать и сказать не могут. То же самое и растения. Они не могут сказать, чего им не хватает. Одно помещение в 400 метров квадратных обогревают тремя котлами. И если снаружи теплицы больше похожи на парящие бани, а за ручку двери кажется и вовсе браться опасно, то внутри находиться вполне комфортно и людям, и растениям. На экстренный случай, а они в эту зиму случались, у селенных есть тепловые пушки и резервный электрический генератор. Он, кстати, и спас от гибели цветы, когда однажды отключились сразу все котлы. За полтора часа помещения остыли, трехкамерные окна промерзли. Агрономы чуть не лишились продукции на сотни тысяч рублей. Мы в этот период, в период этих морозов находимся в постоянном стрессовом состоянии. На грани, будем говорить. Вы знаете, как вот ходит человек по лезвию ножа, а мы ходим по лезвию топора. Здесь стоят немецкие котлы, которые обеспечивают жизнеспособность, жизнедеятельность наших теплиц. И те не выдерживают наших сибирских морозов. Пока растениям хватает всего – влажности, света и тепла. Но из-за продолжительного похолодания агроном все-таки замечает некоторое торможение в росте растений. Отстают на 3-5 дней. Однако это не страшно. Все технологические этапы соблюдены. В сентябре луковицы укоренили, дали вызреть в спецпомещении при плюс 5 градусах. В середине января рассаду вынесли в теплицу. Все эти 100 тысяч тюльпанов, которые с сентября месяца дожидаются своего часа, безусловно, созреют в срок. Несмотря на то, что сейчас в нашем регионе установились аномальные морозы. Так что ни одна амичка к 8 марта не останется без подарка. Ольга Колесник, Владислав Осинцев, 12 канал. Не боятся омских холодов и экзотические растения. В ботаническом саду расцвела феха. Причем произошло это на полтора месяца раньше. В теплых странах цветы на ветках распускаются обычно в марте. Связывают необычные явления с тем, что, несмотря на крепкие морозы, зима в этом году в целом мягкая и теплая. Именно поэтому феха вышла из сна. Активно цветет. Цветение в другой раз продолжается в течение трех месяцев. И плоды, как правило, созревают в начале октября. Ну, если в этом году фехуа начало цвести раньше, на полтора месяца, соответственно, уже в августе мы можем попробовать и плоды фехуа. Помимо феха, внимание ботаников привлек инжир. Это дерево обычно полностью скидывает листья в ноябре-декабре, а в феврале зеленеет. Но в эту зиму инжир тоже вышел из зимней спячки. В ветвях не только появились листья, но и побеги в длину они достигают уже полуметра. Сильные холода, которые сковали многие регионы России, стали поводом для флешмоба. Пользователи снимают эффектные кадры, демонстрируя, что с юмором относятся к низкой температуре. Так многие авторы на улице выплескивают над собой с термоса или кружки кипяток. При этом вода мгновенно замерзает, и появляется радуга изо льда и пара. Видео снимают и охотно выкладывают в сети и жители Омской области. Так, одно из них было сделано в Красноярке, при температуре минус 40 градусов. Министр сельского хозяйства Максим Чекусов возглавит Омский аграрный научный центр. Свою нынешнюю должность он покинет через месяц. Такое решение принял губернатор Александр Бурков. По мнению главы региона, Максим Чекусов хорошо понимает процессы развития всех хозяйств региона и сможет выстроить практическое взаимодействие науки и производства. Будущие кадровые изменения прокомментировали в Главном управлении информационной политики. Для региона сейчас принципиально важно использовать этот научный потенциал, а он есть, и использовать его в прикладном русле развития агропромышленного сектора. Точки роста сельского хозяйства нам уже известны, но необходимо их усиливать за счет научных исследований и разработок. Этим и займется Максим Сергеевич на новой должности, осуществляя взаимодействие с сельхозом и хозяйством региона. Представление ставит перед ним задачу, то есть это именно его решение, что со знанием как раз всех этих производств и пониманием, куда двигается то или иное хозяйство, ему нужно как раз выстроить взаимоотношения с наукой. И таким образом будет такой уже четкий заказ для производства, для развития производств, будет наука работать. Добавлю, что после перехода Максима Чекусова на новую должность исполнять обязанности главы ментельхоза будет его первый заместитель Николай Дрофа. Реклама лекарств на ТВ и радио может оказаться под запретом снять с эфира ролики про медикаменты, предлагая депутаты Госдумы. Как считают авторы инициативы, из-за большого объема и частого повтора такой информации все больше жителей страны предпочитают заниматься самолечением. При этом мало кто обращает внимание на пункт, в котором указаны противопоказания и требуется консультация специалиста. В результате время, необходимое для раннего выявления заболевания, оказывается упущенным, и болезнь переходит в запущенную стадию. К тому же, как подчеркивают политики, сегодня самолечение занимает пятое место в мире среди причин смерти, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим болезням и заболеваниям легких. Провели живые выходные и научились с пользой общаться с собственными детьми. Об итогах необычного проекта сегодня рассказали журналистам. Этим летом в регионе был организован палаточный лагерь для многодетных семей. Пять дней родители с детьми играли, покоряли скалодром, пели песню костра. А на мастер-классах специалисты рассказывали о том, как семьям быть действительно дружными. Участие приняли больше 200 человек. Раиса Архангельская живые выходные проводила вместе с шестью дочками, старше 13. Двойняшкам исполнилось 10 и самым маленьким тройняшкам 7 лет. Будучи на празднике, вот эта радость, веселье, энтузиазм, оно зажигается так, что оно продолжает гореть и дома. И атмосфера в доме начинает меняться к лучшему, еще веселее. То есть нет предела совершенства, как говорится. Участвовать дружно помогает заложить счастливое будущее и в дальшем, далеком будущем, не только вот здесь и сейчас весело отдохнуть, но и заложить очень важные в жизни каждого человека основы, такие как семья, уважение, дружба, поддержка. Современный образ жизни приводит к разобщенности семьи. Вот мама уходит утром на работу, папа уходит на работу, сын там, дети в школу, встречаются только вечером. И, как правило, вот это засилие гаджетов тоже не дает возможности реального общения. Своим проектом мы хотели решить именно эту проблему. Как-то сплотить семью, но создать такую возможность пообщаться. Необычный проект придумали в общественной организации «Сибирские многодетные семьи». Свои идеи они представили на конкурс и получили президентский грант – 580 тысяч рублей. На эти деньги удалось провести также капитанские, хороводные и предновогодние выходные. Участников знакомили с народными праздниками, учили старинным забавам, к примеру, игре в лапту, рассказывали об истории родного края. Следующие необычные выходные устроят в марте. Грузоподъемность ледовой переправы в Знаменском районе увеличена. Последние измерения показали, что лед на РТШ возле села Знаменская стал толще, так что тяжелая груженая техника общим весом 20 тонн может безопасно переправляться. Но это не отменяет правила проезда и меры предосторожности. Спасатели просят водителей выезжать на лед медленно, без толчков и торможений, отстегнув при этом ревни безопасности. Кроме того, на переправе запрещено останавливаться, разворачиваться и обгонять другие автомобили. В случае тумана или метели движение не рекомендуется. Добавлю самая крепкая переправа в Усть-Ишиме. Грузоподъемность 25 тонн. Меньше всего по толщине лед в Черлаке 6 тонн. В Омске появится детский сад, похожий на замок. Разрешение на воплощение оригинального проекта уже выдано. Помимо групп для детей на 140 мест музыкального и спортивного зала предусмотрен зимний сад. А само здание будет выглядеть как замок из сказочного города с разноцветными строениями, декоративными башнями, цветными стеклами, водостоками и флигерами. Необычный детский сад, безусловно, будет привлекать внимание детей, разнообразит архитектуру города. Его построят в Амурском поселке. И вот, что вы увидите в наших следующих выпусках. Строить дороги из отходов и ремонтировать их в мороз позволят смелые идеи молодых ученых Сибади. Сейчас они разрабатывают новое дорожное покрытие. Оно работает как заделка пробоем в корабле. Не позволяет набираться в воде туда, куда и проникать не надо. Анна Черных встретилась с учеными и узнала, когда дорожники возьмут методики на вооружение. Обучает русскому по сериалу «Кодетство». Амичка Ильяна Федяева стала победителем международного конкурса педагогов и признана лучшим в мире преподавателем русского языка для иностранцев. Ее методика необычна, в основе просмотра мыльных опер. Всего месяц занятий. Курсанты из Африки и Азии могут без особого труда поддержать беседу с носителем языка. Громадка тоже чуть-чуть труднее, потому что русский язык не похож на португальский. В португальском нет поддержки, только глаголы. На одном из уроков в автобронетанковом институте побывала Екатерина Булучевская. Мужчин хотят отправить в декрет. Во всяком случае, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они предлагают предоставлять отцам после рождения ребенка десятидневный оплачиваемый отпуск. Сейчас по Трудовому кодексу мужчины могут рассчитывать только на пятидневный отдых, притом без сохранения заработной платы. Депутаты уже направили инициативу для оценки в Министерство труда. Детали законопроекта еще прорабатываются. Впереди прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Где лечиться? Есть ответ. Приходите в Сети Мед. И в завершение выпуска о погоде. Завтра 7 февраля по области в Омске без осадков. Температура воздуха в рынках в ночные часы до минус 36. Днем 26-31 градус мороза. В Омске ночью минус 35-37. Днем столбики термометров покажут 30 градусов мороза. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Эфир 12-го канала продолжит сериал «Казус Кукоцкого». До встречи в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин